Сейчас я хотел просто, ну, здесь есть, я не знаю, вы, кто здесь слышали о служении Outback? Так, сколько был? А, ну, уже, да, для вас здесь просто будет немножко повтор, а, между прочим, повторить важные вещи, это нормально и нужно. Но для многих из вас я буду рисовать сейчас видение для вашей семьи. И вы уже получили вот этот брошюр. Я могу, конечно, наверное, несколько часов, можно много часов говорить об этом, но все, что хорошо. Хорошо, давай, когда я видел это первый раз, я, это было как помощник. Это помогло мне видеть, что любое время здесь, вот это процесс, но здесь на самом деле это главное видение для каждого отца и каждой мамы. И подростки, у меня вопрос. Сколько лет вы хотите жить своими родителями? 50 лет? 80! К сожалению, это бывает, но мы не будем говорить о таких людях. Сколько лет вы хотите жить своими родителями? 18, но это вызов даже в вашей культуре. Но цел родителей, чтобы ваши дети жили независимо от вас. Вы знаете, самый большой страх для родителей, конечно, это в Америке, может быть, вы немножко другие, но самый большой страх у родителей, связанный с детьми. Я не знаю, я не знаю, это слово. А, ну вот, это, 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 уверен, что это в списке, но это не номер один. Номер один. Самый большой страх родителей – это их дети растут с другими ценностями, чем они. А, ну вот, это, что они не найдут их принадлежащие в их жизни. И вот это, как таблица или плакат, показывает, что ролл родителей, ролл детей, потому что мы хотим, чтобы вы жили, наши дети жили ценностями Царства Божьей. Вы видите здесь, ну, когда, просто я покажу здесь, наверное, или, ну, откройте, пожалуйста, ваш брошюр, а вы увидите, вот, желтые зонтики. Это желтые зонтики, когда ребенок, полный власть, вот эта система власть, авторитет. Когда ребенок родился, полная ответственность, власть обо всем, вот это родители. И родители, они обязаны, на самом деле, делать это. Но, как только этот опекун, уже вот этот период тренеров, уже начинается меняться. И здесь очень важно понимать это, потому что иногда, иногда, а может быть, даже более часто, чем мы хотели признаться, что родители, даже когда их дети, 25 лет, 30 лет, 50 лет, родители еще думают, что они находятся здесь. Я ваш авторитет. Делайте, как я говорю. Но здесь первый ход. Первые родители полные ответственные. И потом, вот уже когда ценности появляются, видно, что родитель, и под родителем Бог. А потом, до вот этого финиша, это уже Бог выше, чем родители. И потом, кто? На самом или в конце? И родители, вот это уже и вызовет вам. Вы должны пройти вот этот путь. В последней инстанции, ролл родителей, это консультант. И это консультант по приглашению ваших детей. Не ваш выбор. Я слышал одну историю, просто Мэк, который, ну, международный директор Аутбека. Однажды он просто, ну, был в Пирамакерской, и, ну, человек делает, ну, стричку. И телефон звонит. И потом он откроет телефон и говорит. Да, папа. И потом он слышал, наверное, 15 раз. Да, папа. Да, папа. Да, папа. И потом он может даже положить этот телефон на стол и тоже говорит. Да, папа. Да, папа. Это, этот папа, он забыл. Он забыл. Он еще думает, что он полицейский. Тебе надо так. Тебе надо так. Тебе надо так. И родители, вот это вызов вам, что вот это время, тренинг, вот этот процесс до момента, когда вы настраиваете взаимоотношения, основание доверия, чтобы ваши дети, когда они независимы живут, что у вас есть взаимоотношения с ними, тогда им приятно говорить с вами и говорить, папа или мама, я не знаю, что делать, как ты поступил бы. Вот это уже роль консультации, консультанта. И это вызов всем родителям. И, ну, сейчас я буду рассказывать немножко о наших детей, потому что у нас все разные. Счастливые детей и каждый, ну, разный. И, между прочим, давай я просто называю, здесь очень важный момент, потому что вы тут, наверное, вы тут, потому что вы хотели быть лучшим родителем или понимать, как быть родителем лучше. и, скорее всего, вы тут, потому что у вас, ну, смогло быть, ну, проблемы или сложности. Хочу знать, как поступать, как делать правильно. Я буду говорить, ну, немножко о рамках, но деталей я не буду говорить. Вы знаете почему? Потому что воспитание детей это искусство. На самом деле это искусство. А если вы думаете, что вы можете воспитывать ваших детей с правилами, законами, принципами, вы ошибаетесь. Поэтому здесь рамки важны, принципы важны, но это искусство. Поэтому даже я не понимаю, как люди из мира могут воспитывать своих детей. Потому что на самом деле, чтобы ваши дети выросли благочестивы, нужно Дух Святой, который ведет вас постоянно. Но сейчас я хотел говорить, да, немножко, когда, допустим, когда мы плохо были тренерами, что наши дети звонят для обычной, для одной целы. Вы знаете, какая цель? Деньги! они или плохо думали, или плохо почитали, или математика, была плохая тема им, но они звонят, потому что не хватает денег. И у нас одна дочка, даже когда ей было 23-24 года, у нас был контакт, но взаимоотношение было очень низким. Она звонит, когда у нее есть нужда в деньгах. А если мы, как отцы особо, если мы обеспечим, когда дети звонят, кем мы станем? станем? Кошелок или банк, а взаимоотношение имени на этот уровень. И другие дети тоже, но им уже 20, или мой сын, ему 24, как приятно, когда он звонит и говорит, папа, я не знаю, что делать, и у него есть проблема, и ему нужно совет. И это приятно. и вы видите, вот это короткое время, здесь короткое время, здесь чуть больше. Время консультант сколько? До конца жизни. Это самый длинный кусочек жизни. Это ролл консультант. А если у вас нет правильных взаимоотношений, это самое печальное время, или самое радостное время. И поэтому и здесь уже ролл искусства. Я хотел, чтобы вы видели вот этот кусочек в самом низу. когда я слышал это, это так коснулся ко мне, что мой мир просто повернулся полностью. отцы достигают успеха, проходя трудности, а затем всячески оберегают своих детей от того самого, что помогло им стать успешными. я был виноват в этом, как сказать, сто процентов. А сейчас я хочу рассказывать о моей старшей, самой старшей дочке, ей 28 лет сейчас, да? Примерно когда ей было 26 лет, она арендовала квартиру, маленькую, с подругой, и она позвонила мне. Ну, хорошо для меня, но плохо для нее. Она позвонила мне после того, что я читал эти инструкции. Она позвонила и сказал, папа, мой холодильник очень маленький, и мы любим пить фруктовые шейки и морозилка в камере так маленький, мы не можем купить практически ничего. Ты можешь купить для меня нормальный холодильник, который имеет хорошие в камере морозилки. раньше вот я хочу быть полезным. Я отец. Что я раньше сделал бы? Купил холодильник. Дочка моя дорогая хочет холодильник. У меня есть возможность. Давай ищем холодильник, который тебе нравится. но тот момент я сказал Ханочка, понимаете, ты можешь купить сам, если это очень важно вам. И, наверное, если у тебя мало денег сейчас, ты можешь хранить несколько месяцев, может быть, вы ищете БУ, и потом все будет хорошо, вы можете хранить ваши заморозленные фрукты сколько хочешь. Кто здесь думает, что она купила холодильник? Она не купила. Но здесь, где вы должны иметь искусство. И здесь очень троганный момент, потому что может быть самый главный смысл здесь. Вы как родители должны знать по дуку, когда тебе надо заставить ваши дети пройти трудности, или это еще рано. И, к сожалению, никто не будет сказать это вам. Никто! Вы должны ходить в дуке, вы должны ходить в истине, знать этот момент, когда у вас свобода отпускать ваших детей пройти трудности. Но чтобы они знали сто процентов, что ты любишь их, ты рядом, ты не оставишь их. Понимаете, вот это искусство. Даже еще один рассказ, который, это не произошло со мной, но этот рассказ так трогал меня. Один из наших друзей, который помогает нам, давно мы участвовали в создании Украины без сирот, и один человек, который возглавляет огромную миссию, которая называется Compassion International, West Stafford его зовут. И вот почему я говорю эту историю, потому что это показатель, как важно ходить в Дуке. Это произошло с ним, своей дочерью. дочерью. И я не говорю, нужна структура дома. И когда есть бунт дома, нужно больше или сильнее структура. Но ваша структура не спаситель вашей. И представьте вот один момент, когда его дочка было примерно 9-10 лет. И уже время спать. Время не надо играть больше. И его внутреннее желание это дочка моя время спать. Но она в тот момент подошла к комнату танцевал на платье. И потом отец первой мысли тебе надо идти в комнату и спать. Но он видел, что обычно не дома не в этой платье. И она сказала, папа, я хочу танцевать для тебя. и потом она танцевала. И потом отец просто выбросил все его правила и сказал, танцуй, Боже, ты такая красивая, ты прекрасная, ты оживаешь, когда ты танцуешь. и она стала балерей в ее жизни. И он говорит, если я старался воспитывать мою дочку с моими правилами, я сказал бы идти в комнату и спать. Время спать, пора. Поэтому это так важно быть в Дуке. потому что никто не говорит вам или предупреждает, что вот тот момент будет ключевый момент своей дочери или твоим сыном. Никто не предупреждает. Поэтому это так важно быть в Дуке. И это искусство. Конечно, люди спрашивают очень часто, что это значит все эти цифры о деньгах. Когда ваши дети, когда они подростки, и даже смогли бы говорить подростки, что вы хотите? В основном вы хотите свободу. Я хочу делать как я хочу. что родители хотят? Они хотят ответственности. И вот это есть давление постоянно. потому потому, что дети хотят свободы. И на самом деле родители хотят дать им свободу. Но они хотят дать свободу, когда есть правильное отношение, правильное уважение, правильный спрос, правильное действие. как увеличивать ваш детский или ответственность ваших детей? Как увеличивать? И иногда это сложно. И опять это обычно для наших детей, конечно, они хотят, вот здесь уже указано. Они хотят свободы в музыке, я хочу слышать музыку, которую я хочу слышать. Я хочу больше денег, я хочу кино смотреть, или сейчас девайсы, просто я хочу свободно на моей планшете. И каждый из них вот это окна для можно сказать ужасных вещей. И поэтому даже для нас есть несколько из наших детей, которые мы сказали, ну, у вас есть час в компьютере каждый день. И соблюдал как часы. А другие дети, у у вас час на компьютере, они просто обманывают, ну, лгут. Я только играла сколько-то, а компьютер показывает другой. Вот дети разные, но ответственность увеличивается, когда, или свобода увеличивается, когда есть ответственность. И, конечно, ну, можно сказать, несколько из, ну, наверное, я просто скажу, у нас одна дочка, которой ей не нужно никаких правил, никаких. Почему? Она была самой ответственной почти что? Always. Всегда. Ей никогда не нужно правила, потому что она охватила вот это призвание служить родителям, почти родителей с первого дня. даже, Михаил, наверное, ты знаешь, о ком я говорил. Просто правила это нужно для детей, которые не хотят быть ответственными. И, конечно, ну, даже опять искусство. Один из наших сыновей, он просто любил читать. Он через несколько дней, ну, 300 страниц, он может читать, да, очень быстро. В течение одного года, ну, наверное, сколько романов он читал. И для нас вот все эти книги, он хотел читать зомби, ну, научные вещи. А мне, вот я знаю, что это не помогает ему жить, ну, никак. А я хотел, и Кристи, и я, мы хотели, чтобы он читал другие книги. И, конечно, нам надо постоянно быть готовым, потому что родительство это искусство. и потом кто-то дал нам идею, плати ему, чтобы он читал книги, которые мы хотели, чтобы он читал. И мы начали делать это. И это небольшие деньги, но когда подростки хотят деньги, мы говорим, вот мы платим тебе сто гривен, если вы прочитаете эту книгу, и писал бы один лист, о чем главный смысл, а что вы взяли из этой истории. И, конечно, мы хотели, чтобы он прочитал биографии героев и так далее. И вот это постоянно есть этот разговор, да, у вас есть свобода, а если вы можете правильно употреблять эту свободу, мы дадим больше. И даже последние несколько лет с нашим младшим сыном у нас регулярный бунт, регулярный, никаких рамок, никаких. И даже последнее время здесь мы благодарны, что сегодня он находится в лагере в Америке, и он, но даже для него это было его желание, чтобы он испытывал своих полномочий, или его уже время быть человеком. И так интересно, что и там все построено на действии. Действии правильные, свобода откроется. ему 15 лет, мы живем в Киеве, а представьте вот этот метро, 8 гривен, вы можете находиться в любом точке города, 8 гривен и все. А вы знаете, первый правил, который он встречался, когда он начал жить на этом лагере. Представьте, он не может ходить нигде или никуда без сопровождающего. Никаких свобод. А он сейчас, просто это его первый уровень свободы, что если вы можете в течение одного месяца быть, где вы должны быть, где мы должны встретиться, не опоздание, никаких прорывов в этих расписаниях, тогда вы можете ходить дальше без человека. человека. А мы говорили с ним вчера, и мы сказали, ну как? И он сказал, ну неплохо, скоро, скоро я получаю вот этот привилегий ходить без сопровождающего. Понимаете, вот это это все, что мы старались с ним делать. Это свобода ответствуется ответственности. Ну, давай я еще просто, да, наверное, я заканчиваю тогда с этим правилом. Давай обратную сторону, здесь есть три вещи. И это мудрости из евреев, которые есть три главные задачи для каждого еврейского отца. Первый, учить и служить примером любви и поклонения Богу в семье. вы знаете, самый большая причина, почему подростки не принимают ценности родителей. вот это наш самый большой страх как родителей, но они говорят причина, потому что дети не видят настоящей ценности дома. это виза всем, потому что они повторяют обычно все, что они видят дома. И здесь есть, ну, даже сегодня мы говорили об этом, что мы любим читать Библию, и это просто наша практика, ну, практически каждое утро я открою Библию, читаю, Кристи откроет Библию, читает, и однажды наша дочка, один из наших дочерей хотели креститься, ну, или принимать водное крещение, другая наша дочка сказала, понимаете, если вы принимаете водное крещение, вы или ты должна читать Библию, каждое утро, и понимаете, если это, вот, если такие слова происходят дома, когда дети чувствуют, что это заказ или приказ, вот, дети принимают этот, я не хочу этот приказ, а если ваши дети видят, что вы так любите Библию, вы откроете Библию постоянно, твои действия совпадают с Духом Иисуса Креста, тогда это не должны, это я делаю, потому что хочу, и вот, это уже ценности, которые дети ловят, не по приказам, но они видят, они видят плоды, и они говорят, хочу то же самое, и это и даже подростки, ну наверное это их талант, они видят очень быстро в волшебых поступках, они видят очень глубоко, очень быстро, поэтому родители, вы должны быть настоящим, настоящим, они должны видеть тебя тоже в сложных ситуациях, где вы уповаете на Бога, когда у вас просто проблем, нет денег, мы не знаем, как жить, что вы делаете, вы собираете просто, давайте помолимся, потому что у нас нет выхода, и наше упование на Бога, если они видят это, они будут уважать, что это стил моей родителей, а я вижу, что Бог, когда у них нет ответов, Бог обеспечит, а если это уже стил жизни, это имеет мощность, даже когда мир говорит иначе, они будут вспомнить, что я помню не один раз, много раз, когда мои родители ужасной ситуации, и как-то Бог чудесным образом был ответом. Вот это показать им, как быть, поклоняться Богу дома. Это самый главный церковь, церковь, которая собирается за столом в ваших квартирах или в ваших домах. Это самый главный церковь. когда двое и трое собираются в имя его. И потом, когда муж и жена, вот другой стих, когда двое согласится на чем-то, это отдано им или отдано нам. Вот это два аспекта домашней церкви, которые необходимы. А если ваши дети видят это, в реальной жизни, в реальных проблемах, в реальных сложностях, тогда они видят, что мама и папа верят Бога, их упование. И, конечно, когда у вас есть благословение, ваши дети тоже должны быть в курсе. Когда сложности, нет денег, невозможности, и потом друг неожиданный из неизвестного источника Бог дает, тогда это праздник дома. Бог ответил, давайте в ресторан ходить, праздновать, потому что Бог ответил. Бог «Перси» 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 Продолжение следует...